На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий. Добрый день. Тут Ганна Соус. Гэта другая серия другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. Он присвичен и другой хваля коронавирусу в Беларуси, якая супала с мирной революцией 2020 года. Владимир Мартов был загадчиком отделения анестезиологии и реанимации Витебской больницы худкой допомоги. Одным из первых в Беларуси он открыто рассказал про реальную ситуацию с коронавирусом. Весной 2021 года с лекаром не протягнули контракт. У другой серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. У Витебский шпиталь худкой допомоги призначили нового головного лекара. Но в аходе администрацию шпиталя з'явился кодовый замок. Мухальтеры и паперовая праца стали займать львину участку працовного часу у реанимации. С пачатком другой хвали коронавирусу шпиталь худкой допомоги становится хабом-центром-размерковальником. Что робить, коли реанимация знаходится на шассвертым поверхе, а лифт змонтовали только до третьего поверху? Ну вот что удивляло меня тогда после отпуска. На пятиминутках это такие медицинские планерки для заведующих и старших медсестер отделений длительностью 20-30 минут по понедельникам. Обсуждалась одна тема. Мы потратили за первое полугодие весь годовой бюджет. Была коронавирусная пандемия, не была. Извольте теперь экономить. Второе полугодие необходимо было пройти иначе, дешевле. О том, чтобы пересмотреть городовой бюджет, не могло быть и речи. Слушайте, это было странно, даже дико. Но такова была установка сверху. Интересно, что эта установка озвучивалась на пятиминутках еще до назначения нового главного врача. Да, с 1 мая до середины сентября мы работали без главного врача. Просто работали, безо всякой политики и других преуходящих обстоятельств. Больше такого не случится. Между тем, пауза между двумя волнами коронавирусной инфекции заканчивалась. В начале сентября начался новый подъем инфекции. 16 сентября нам представили нового главного врача Андрея Васильевича Захарова. За ним тянулся довольно-таки своеобразный след. Я знал его немного по мединституту. По окончанию института он служил хорошим специалистом в детской областной больнице. В основном по неонатологии. Проходил стажировку, кажется, в Польше и в Швейцарии. Потом он перешел на административные должности. Его назначили сначала начмедом в Витебской детской областной больнице. Потом главным врачом второй городской больницы взрослой. Потом он вернулся в детскую областную больницу тоже главным врачом. Рождение во власть ознаменовалось какими-то странностями. Память о себе мой новый главный врач на руководящих должностях оставил двусмысленную. После неприятного эпизода с реконструкцией детской больницы, а именно закупкой оборудования, в частности кондиционеров, Захаров уехал в Россию. Десять лет он отработал в Курской области. Вместе с ним в одном вагоне уехали еще несколько витебских медицинских начальников. Это, кстати, не говорит об их виновности. Но этот их отъезд, который медицинская общественность расценила как бегство, любопытен. И вот теперь, кто его выдернул спустя десять лет из России? Зачем? То есть информации о прежнем Захарове у нас было достаточно. Значит, она была и у других. Ладно. Нам-то что? Нам работать нужно. Поднимала голову вторая волна коронавирусной инфекции. И совместная работа началась. Первым делом Захаров стал вызывать всех руководителей подразделений для беседы. Он вызвал меня. Тон разговора был очень благожелательным. Я рассказал о структуре своего большого отделения анестезиологии и реанимации. Рассказал об имеющихся проблемах. Во-первых, старое оборудование. Мы получили все наше дыхательное оборудование одномоментно 15 лет назад. Во-вторых, кадровая проблема. Перспективные коллеги уезжают из страны или готовятся уехать. Отчего пропадает конкуренция. По сути, отсутствует отбор кадров. В том числе сестринских. Отдельно я отметил проблему с холодом в операционном блоке зимой. Празнекальки месяцев у интервью мясцовой телерадио компании «Витебск» халовный лекар Андрей Захаров расскаже, як была организована медичная допомога у часа другое хвали коронавирусу. Ритм жизни изменился. Хирурги, которые стояли у операционного стола, сейчас лечат инфекционных больных. Кто принимал роды, акушерки, гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Все стали большой инфекционной больницей. Главный врач ввел практику обхода в больнице и отделении реанимации в частности. Его обходы реанимационных палат были очень резкими и требовательными. Я склонил голову перед идеей. Моему уставшему отделению стряска не помешает. Вскоре появилось новое требование. Сдачу дежурства ему лично или, в крайнем случае, по телефону. Он хотел знать все и контролировать всех. Нормой стали звонки мне, как заведующему вечером в нерабочее время, по поводу каких-нибудь пациентов. Я должен был уточнять у своих подчиненных, что и как. Потому что сказать 19 на 0 то, что было актуально на 16, невозможно. Информация менялась быстро. Практического смысла в таких звонках не было никакого. Зато было проявление власти. Подначалу действительно было представление, что моему уставшему отделению стряска не помешает. Однако вскоре выяснилось, что нового главного врача нужно понимать прямо противоположно тому, что он говорит. Если он говорит, вы жили по понятиям, теперь мы будем жить по закону, значит все наоборот. Теперь мы будем жить по понятиям. Оказалось, дело вообще не в медицинской помощи. Захаров сразу признался, что первой волны не видел. В Косковской области ее не было. Первая волна была в Белоруссии, она была в Витебске, в Бергамо. Мы накопили некоторый опыт, не всегда отрицательный. Но главный врач взял правильный тон, он нам покажет класс, как надо бороться с пандемией. Едва ли не первым действием Захарова на посту главного врача стала установка кодового замка на пути в администрацию. Теперь это слово придется писать за главные буквы. Интересные воспоминания из первой волны. Когда больницу совсем накрыло девятым валом пациентов, медработников стало катастрофически не хватать. А график работы врачей мне удавалось написать на 2-3 дня вперед. У меня тогда был разговор с главой планово-экономического отдела. Она мне сказала, доктор, вы работаете, график подождет. Было понимание, чем мы занимаемся, почему так получается. И что, если нам не мешать, мы справимся. Теперь все было перевернуто назад. Главное – это финансовая дисциплина, плановые задания, график отпусков, график дежурств. График дежурств необходимо было сдавать к 20-м числам предыдущего месяца. На вопрос, а как планировать, если мы еще не знаем, как мы будем работать, будет ли ковид, вернется ли плановая хирургическая помощь, нам отвечали – неважно. В этом требовании было что-то дикое. Писать график работы, который не имеет отношения к реальности, который уже завтра с новой вводной, а вводной меняли раз в неделю-две, нужно будет менять и переписывать. А график – это ведь не просто числа и буквы врачей, кто и по какой функции дежурит. Это высчитывание часов, разметка совместительства и заместительства и прочие безумные вещи сапковой бухгалтерии. Получалось, как в старом еврейском анекдоте. «Мама, жарьте рыбу». «Так нет же рыбы». «Не важно, жарьте, мама, рыба будет». До конца сентября бухгалтерия и бумажная работа в целом стали отнимать у меня львиную часть моего рабочего времени. 13 вересня 2020 года был имени страхового здоровья, а теперь руководитель Городзенской области Владимир Каранек в интервью телеканалу ОНТ традиционно похвалил позицию белорусских уладов до тышной пандемии и выказался про другую хвалю коронавируса в Беларуси. Мы каждый раз повторяли, что мы использовали риск-ориентированный подход и старались проводить мероприятия, которые не эффектные, а эффективные. И когда сейчас даже на наших позиционных сайтах пишут, когда ВОЗ признает о том, что шведский опыт оказался наиболее рациональным, я понимаю, что Беларусь упасла тем же путем, многие еще пока не готовы признать, и то, что карантин свою эффективность не доказал, мы об этом говорили с самого начала. Вторая волна, значит, если и будет, то не такой. Мы все-таки ожидаем ее менее масштабной, потому что все-таки в общество сформировалась иммунная прослойка, и достаточно много людей, которые особо восприимчивают к этому вирусу, с ним уже встретились. Они переболели, и они имеют на сегодняшний момент иммунитет. До другой хвали рихтовалися и медики у Витебску. К этому времени, в середине сентября 2020 года, как раз подняла голову вторая волна. Надо сказать, что по окончанию первой волны мы размылись полностью, то есть целиком перешли на работу в качестве неинфекционного госпиталя. Так мы отработали два месяца – половину июля, весь август и часть сентября. Вождение в новую волну начиналось постепенно. Сначала открыли под ковид терапевтический корпус, потом акушерский. Сначала все было как первую волну, то есть привычно. Но вскоре новое руководство управления здравоохранением Вишневецкий приняло решение, что теперь мы, БСМП, это хаб, то есть центр-распределитель. Что мы теперь главные по городу, что мы теперь работаем на ковид целиком. Всеми своими тремя корпусами – хирургическим, терапевтическим и акушерским. Для этого мы остановили всю хирургическую и травматологическую помощь. Это не встретило энтузиазма, особенно среди тех, кто что-то понимал в организации оказания медицинской помощи в городе. Но кто же кого слушал? Как и в первую волну, совершенно непонятно, кто принимает решение, с кем он при этом советуется. Вот, как рассказывал позднее в интервью мясцовому телебачению головный лекарь Андрей Захаров про то, как шпиталь працуя, как хаб, тецентр, размерковальник. Здесь мы их обследуем, проводим рентген, компьютерную томографию, мы имеем сведения по всем койкам в городе, распределяем в больных. У нас круглосуточно дежурит три машины. Уже снимается такая нагрузка на скорую помощь. Пациент, если поступает в тяжелом состоянии, он моментально ему начинает оказываться помощь, тут же на месте. И врач-ренематолог помогает в сортировке пациентов. А доктор Мартов формулюет проблему наступным чином. Тут ведь в чем вопрос. Вот в городе Витебске до ковида оказывалась медицинская помощь. Каппенициты, острые холециститы, кишечная непроходимость, ущемленные грыжи и так далее оперировались у меня в больнице скорой помощи. Это что касается общей хирургии. Для этого были выделены силы и средства. Болица часто работала на пределе возможностей. Анкреатиты, психозы, бомжи. А была еще экстренная и плановая травматология. Была экстренная терапия, городской лор-отделение. Областная больница занималась другой медицинской помощью, совсем другой, и всем хватало работы. И вдруг нас, БСМП, далеко закрыли для всего крови ковида. А теперь помощь, которую оказывала БСМП, теперь эта помощь целиком легла на областную больницу поверх того, чем она уже занимала. А куда же делась помощь, которой они занимались до этого? Надо понимать, что ковид – это нагрузка на систему здравоохранения сверх той нагрузки, которая уже лежала на этой системе. И решать проблему теми же силами, на тех же койках, тем же персоналам, не факт, что правильно. Как или иначе, наше приемное отделение теперь общее, не разделенное, как первую волну, на чистую и грязную. Теперь принимало всех температурящих пациентов со словом «острореспираторная вирусная инфекция» со всего города и окружающих районов. Обычно человек 200 в сутки. Доходило до 280-290. Уже в приемном отделении в специальной палате начинали лечение самых тяжелых пациентов. Служдающимся давали кислород. В палате приемного отделения были две кислородные точки. А потом пациенты после обследования, в основном после выполнения КТ легких, и с уже установленным диагнозом, ехали в другие больницы. Железнодорожную, первую или вторую городскую больницы. Или оставались у нас. У нас оставались самые тяжелые пациенты, потому что транспортировать их было нельзя. Мы вернемся до оповеду доктора Мартова не в забаве. В середине вересня 2020 года стало вядомо, что улады Беларуси не смогли домовиться с Международным валютным фондом об финансовой поддержке в связи с погаршением глобальной экономической ситуации пандемии коронавируса. Официальный представитель МВФ Джерри Райс тогда подлумачил, что погоднение досягнуто не было с причиной истотных разноголосеу относно належных мерах реагования. Минск просил близу 1 миллиарда доляра на боротьбу с наступствами коронавирусу. Керовництво МВФ неодноразово отзначало, что подыходы беларуских уладов до проблемы не отповедают ясным выкликам. И без выканания попередних умов у МВФ не знайшли подставу, как выдать кредит. А мы вертаемся у Витебск. Огромные проблемы возникали тогда, когда выходил из строя наш аппарат КТ. За второй волной это происходило несколько раз. В этих случаях приходилось привлекать дополнительные силы. Дополнительные водители специальных машин скорой помощи, провождающие персонал. Пациентов возили на КТ-исследования в другие медучреждения, диагностический центр или детскую областную больницу. На это тратили много времени отвезти, перевезти, получить результаты, ничего не перепутать. Время ожидания пациентов на этапах диагностики достигало совсем неприличных величин до 7 часов. Можно ли было организовать все иначе? Для ответа на этот вопрос нужно обладать полной информацией о состоянии стационаров города Витебска, коечный фонд, число кислородных точек, другие важные данные. Но кое о чем судить можно. Известна история 21-го года, когда тоже областное управление здравоохранения с теми же начальниками номиновало несчастный тубдиспансер по немонологическим центрам. Минздрав помог с окупкой и монтированием нового аппарата КТ, на открытие приезжал министр Клиневич, но вот отделение реанимации этого важного центра расположили на четвертом этаже. Лифта в этом здании отродясь не было. И к открытию центра лифт смонтировали, как и обещало высокое начальство, но только полугрузовой для развоза пищи и только до третьего этажа. Пациентов в отделении реанимации из пневного покоя доставляли грузчики. Боюсь, доставляют по лестнице до сих пор. Ясно, что ни один начальник ножками это здание не обходил. Никто из начальников логистику доставки пациента в тяжелом состоянии из приемного покоя в реанимацию не проверял. Да и зачем им это? Эту логистику вывела очередная министерская комиссия спустя год. И это ничего не поменяло. Предполагаю, что решение, что наша больница скорой помощи, это хаб и другие логистические решения про маршрутизацию и госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией принимались таким же образом. И точно зная, что мы старшие товарищи, главные специалисты обуздрава, в занятии этого решения не участвовали. У наступной сэры и другого сэзону подкаста доктора Мартова вы пачуете Пачатак вакцинации Доктор Мартов вырашил не рабись прищепку российским спутникам Политика у ковидной зоне Муководщик называя доктора Мартова здрадняком беларускага народу Реанимацию родильни перепрофилюють под ковид Отсутность перамога увядзе до деморализации Пачинаются перабои с падачей кислороду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин